Всем привет! Вы на каком канале? На обоих каналах вы, да? Закинем туда и туда мы видео. И сегодня мы хотим поговорить, даже не поговорить, а предупредить о магазине Стичинка. Дошло до нас наконец-то, как до жирафов, сюда в Америку, все происходящее. На самом деле причина в том, что ни София не снимает, ни я там, короче, снимаю очень редко. Поэтому особо мы в вышивке, там, каналы никакие не смотрим, но так как резонанс уже зашкаливает, все, что можно и не можно. И я, ну, как бы и видео посмотрела, вчера Леня на видео посмотрела. Здесь собачка сидит, а то на собаку гладит. Потом что-то там рукой делаешь. Я нервничаю, я нервничаю, я снимаю стресс, я гладжу собаку. Я ее сейчас заглажу. Она довольна. Потом нам скажут, что мы ржем. Нет, мы не ржем ни над какой-нибудь ситуацией, не все, а потому что перевернуты. Люди перевернуты все, как хотят, поэтому... А, в общем, собак сидит. Ситуация катастрофическая, вообще выходящая за рамки разумности и всего тому подобное. Поэтому и снимаю я это видео. Я думала снимать, не снимать это видео, так же, как и думала выкладывать и не выкладывать пост. Но позавчера мы с Софией спать не могли. София, это ладно, поздно ложиться спать. Я вообще заснуть не могла до часу ночи практически, потому что... Ну, потому что ситуация... Читали в группе. Да, мы просто почитали всю информацию. Сообщений, сколько оказалось там больше двухсот уже человек, кто ожидает заказа. Я просмотрела таблицы, и это ужасно. Число людей просто... просто ненормальное какое-то. От этого, конечно, все перенервничали. Мы в том числе, так как нам приписывают... Мне лично приписывают, что я защищала летом Лену. Я ничего не отказываюсь и не отнекиваюсь. На тот момент была такая ситуация, что на Лену накинулись. Накинулись непонятные люди. Даже по самому эфиру, жалко, Оксана. Нет, накинулись частично понятные. Частично. В основном непонятные на лето. И летом просто было написано всего про 10 заказов. Летом, если бы... В основном было вот это сумбурно, какие-то крики непонятные. Было все сумбурно, ничего не было логичного. Из заказчиков написали, ну, максимум 10 человек. Остальное просто была перепалка. Была перепалка между даже не пострадавшими, а вот просто вцепились. Нужно было пообсуждать какую-то тему. И мы точно так же там защищали, да, отчасти защищали Лену. Потому что ситуация выглядела однобоко. Даже не в плане Лены был разговор. Мы, по-моему, обсуждали другое. Не будем сейчас вообще об этом говорить. Потому что тема как бы другая. Не то, что ты там защищала Лену. Нет, просто там была перепалка даже не... Очень понятно, что там было. Потому что там какой-то был дурдом. И как-то все было неорганизовано. И вообще... И никто не знал о количестве пострадавших. То есть если бы на тот момент в эфир пришли люди, которые реально подстрадали, не 10 человек. Потому что было всего, ну, максимум 10 человек. Ну и как бы судить о том, что это магазин, да, и с 10 человеками отправить им заказ, это вообще не проблема. Поэтому мы не видели проблемы. Мы не видели самой проблемы, что ситуация даже на тот момент, получается, она была уже запущена, судя по спискам. Там заказы были даже до того эфира. И девочки, я не знаю, они не знали. Или как так получилось. Хотя резонанс тогда тоже был большой. И почему они не пришли на эфир, не написали? В тот момент просто еще не особо было долгое время ожидания. Заказы там 3-4 месяца, может быть, или сколько. Да, если судя, если от марта говорят, что год ждали. Нет, там есть заказы с декабря 17-го года, по-моему. А, ну, полгода они ждали. Не знаю, может быть, люди еще пока стеснялись как бы жаловаться и считали, что это не очень долго. По мне это уже было очень долго, потому что если бы я даже месяц ждала, я бы уже, наверное, кричала сама лично. Ну, не знаю. Ты отвечала бы, если бы ты месяц ждала? Я тоже была тоже от Лены. У меня было 2 заказа, если конкретно по мне проходить. Я тоже была заказом. У меня было 2 заказа. Один заказ был Ланарты, там девушка. И я ее ждала, ну, мне кажется, я месяца 3 ее ждала. Но она была новинка. И я не знаю. Ну, в общем, я ждала месяца 3, наверное, свой заказ. Первый. Второй заказ я написала Лене, я ее попросила. Я загорелась этой Алисой от Миробилии. Я написала Лене, сможешь, не сможешь. Я хочу вот прямо здесь и сейчас. И заказ я свой ждала порядка полутора недель, наверное. Может быть, полторы-две недели. То есть он пришел мне быстро и нормально. Как бы по заказам у меня особых претензий нет. Но единственное, первый заказ я ждала 3, наверное, 3 месяца. Ну, я первый, наверное, быстро получила. Я даже не помню. А второй, может быть, тоже месяца 2, наверное, ждала 3. И все, и больше я вообще ничего не заказывала. Ну, мы тут избалованы. Потому что у нас есть 1, 2, 3 стичь. У нас выбор большой. И София, допустим, на 1, 2, 3 стичь в основном заказывает. Я вообще по ebay. Я в основном на ebay. Я там заказывала, потому что там доставка быстрая. Они сразу быстро отправляют. И ясно, когда что в наличии, когда что не в наличии. И сколько ждать. А хорошо, слушай. А почему ты вот первый заказ, по какой причине ты совершила его в стичинке? Мне вот, допустим, было интересно. Мне тоже было интересно. Мне интересно было, да. Ну, и за скидки, наверное. Ну, хотя там же все равно на 1, 2, 3 было дешевле, чем в стичинке. Мне было просто, наверное, все-таки больше интересно. Мне было тоже интересно. И сайт красиво оформлен. И вдобавок ко всему, ланарты у нас стоят везде дорого. У Лены был дешевле. Гораздо дешевле был этот набор. И он с бесплатной доставкой. Поэтому я там и заказала его. Но я не паниковала. Ну, во-первых, не было, наверное, такого. Второе я раз заказ делала там. Потому что это был сэмплинг хэнд кросс дэси. И он немного где продается. И можно было бы, конечно, в американском магазине его заказать. И на тот момент сэмплинг только вышел. И он был такой какой-то лимитированный. В общем, это я подумала, что Лена... Ну, короче, мне было проще у него заказать, чем искать других где-то магазинов. Потому что он действительно не лезнет. На один, два, три стичи их нету. Да, их тоже нужно проще. И вот я его, наверное, месяца два ждала. Хотя я даже не помню точно, сколько его ждала. Ну, в общем... Ну, проблем с заказом, как таковых, не было. Правильно же? И особо долго мы не ждали. И сказать, что блогерство... София, кто? Я вообще не блогер. На тот момент. Ой, я поснимала три месяца, а потом бросила все это на полгода. Значит, по работе магазина прошлись по нашим заказам. Следующее, это нам непонятно, почему до сих пор работает сам сайт. Это действительно так. И я думаю, что многим непонятно. С технической стороны, мне кажется, это не настолько сложно. Временно... Приостановить прием заказов. Да. Ситуация ужасная. Ситуацию нужно разгребать. Заказов очень-очень много. Сайт до сих пор работает. Пожалуйста, не совершайте покупки. Во-первых, вы их точно в ближайшее время не дождетесь. Говорить о том, что Лена мошенница, это мы еще поговорим. Мы не думаем, что она мошенница. Просто она не справилась с ситуацией. Так, в двух словах. Просто есть люди, которые могут бизнес делать, быть директором магазина. А есть люди, которым, наверное, это не дано. И она, наверное, в этом числе. Поэтому не стоит ей вести торговлю. Она неправильно это делает. Она не справилась. Не тем, кто отец у человека. Не справилась. И по нашим заказам прошлись. У нас проблем с заказами не было. Все пришло... Ну, сказать, что быстро. Вот как бы не скажешь, что быстро. Но все пришло. Да, ждали мы. До льгот. Вот. Дальше по поводу работы магазина. Магазин до сих пор функционирует. И я думаю, что многим нам это непонятно. И многим непонятно, почему он еще функционирует. Технически кажется, что, ну, как бы, на первый взгляд, что это несложно сделать, приостановить работу магазина. Ну, на самом деле, мы этого не знаем, как это делать вообще, на самом деле, да? Но, мне кажется, если сайт пишется, то там не сильно сложно приостановить на нем работу. Я не знаю вообще. Прием заказов просто и все. И всем непонятна эта ситуация. И Лена скажет... И вообще можно просто закрыть сайт. Это же можно? Ну, временно можно закрыть. Наверное, невозможно, чтобы люди клали в корзину эти продукты товары и не смогли их оплатить. Это надо полностью просто закрыть сайт. Мы проверили. Лена вчера снимала видео. Она эту тему как-то так слегка затронула, что надо было бы закрывать. Почему-то ничего не закрыть. А до сих пор все работает. Просто залезли, сейчас положили в корзину. Сайт работает и непонятно почему. Девочки, если не заказывайте сейчас, не заказывайте. Лена не справляется. Это все видят. И вы свои заказы будете ждать вообще неизвестно сколько. Потому что сейчас заказов 200 человек. 200 человек. И у всех, у некоторых, не по одному заказу идет. То есть это огромное. Мало того, что сумма там огромная. Про нее даже речи не будем говорить о финансовой части. Но и собрать заказы. Клени шли не за наборчиками. Какой-то набор целый ты взял, положил в посылку и отправил. Клени шли именно за всякими мелочью. Бисеры, трежерсы, которые тяжело купить в России. Ну, то есть полные комплекты. Там, миробилий. Ткани окрашенные. Ткани окрашенные. Ручного окрашивания. Нити. И это все нужно собирать вручную. Это очень-очень долго. 200 человек или 200 заказов. Ну, там, я не знаю, человек или заказов. Надо было посмотреть. Ну, 200 человек, короче. Пусть будет так. И их нужно все скомплектовать. Нужно все отправить. И мне кажется, на это нужно, ну, как минимум, если одна мужчина. 200 человек, которые только написали, а еще кучу, может быть, не написала. Да, кто вообще не следит. Не все же YouTube смотрят. Да, это то же самое. Этим видео мы предупреждаем, что проблема существует. Потому что до нас проблема тоже, она не сразу дошла. Мы ничего не смотрим сейчас и не знаем. Мне вот, я встречалась с Татьяной, да, вот буквально на днях с вышивальщицей. Она из Миннесоты. И я даже, мы вот даже про стичинка не говорили. Я даже не знаю, знает ли она стичинка или нет. Она вообще покупала на китайском сайте себе набор. И с Россией заказывает, с Украиной. То есть, есть люди, которые действительно не знают. Вот. Поэтому тоже предупредить те, кто смотрит, возможно, среди подписчиков найдутся, да, хотя бы часть. Предупредим, что проблема есть. Проблема есть, проблема большая и серьезная. Не совершайте сейчас там покупок. Я такая, таратурка. Просто, раз Лена сама не решается закрыть полностью сайт, значит, придется покупателям просто не покупать ничего там, чтобы у нее нашлось наконец-то время разгребить все заказы. Потому что люди ожидают уже больше года, и она до сих пор говорит, что не опускаются руки от всего. Ну, значит, надо собраться, взять себя в руки и собрать эти заказы. И всем все отправить, всем вернуть деньги, кто просит назад денег, наконец-то. Потому что уже, конечно... Ситуация вышла из-под контроля. И она вышла, видимо, давно из-под контроля. И мы просто, просто мы не знали о таком количестве, реально. Просто на самом деле был первый звонок летом, который мы конкретно не поняли. Ну и вообще какой-то бундук был. Нет, мы поняли, что проблема существовала. То есть даже на том эфире, я вот помню, что я с ним, когда потом в Инстаграм выходила, я там говорила, что проблема со временем доставки, она есть. Ее никто не отрицал даже летом. Все знали, что очень долго ждать. Просто никто не знал, что людей столько много. Тогда не пришли и не сказали, и не собрались. Вот в чем проблема. Надо было тогда еще всем собраться и завести эту группу, и начать писать. Я даже, ну вот как ты говоришь, я уверена, что сейчас часть даже и не пишет. Они, допустим, знают уже о ситуации и даже не обратились, скорее всего, в эту группу, потому что думают, ну да ладно, а что я полезу? Наверное, надо было еще летом так сделать. Ну, понимаешь, что Лене надо было делать. Закрыть сайт, открыть группу ВКонтакте. Кстати, классная идея. И там, чтобы все люди, клиенты написали свой номер заказа, что они хотят деньги назад, либо ждут до сих пор посылок. И с этим совсем разобраться. И когда у нее уже все, ноль текущих заказов, уже открывать сайт и принимать новые заказы. Опять же, это нужно время. Сейчас на это времени 100%. Так правильно скажу, что времени нет. У нее постоянно нет времени. Хотя, по сути, нужно просто организоваться. Нормально организоваться, и все дело тронется с мертвой точки. Конечно, сумму, когда тебе вот так все пишут. Она не может организоваться, потому что у нее на все опускаются руки. Потому что после просмотра вчерашнего видео, в начале была мысль, вообще уже ничего, никакие видео не снимать. А с другой стороны, когда ко мне Аня сегодня приехала, мы стали с ней еще раз это видео смотреть. И просто волосы, на самом деле, шевелятся на голове. От такого отношения к покупателям, не знаю, хотели не переходить на личности, но... Нет, отношения это по бизнесу отношения. То есть личное отношение, оно же неплохое, Лена, нормальный человек, да? Но мы так много не общались, тоже приписывают подружки, не подружки. Мы не общались, мы летом обсуждали... Это было просто обычное общение, там спросить, какие ниточки, там и так далее. Это можно с любым человеком, ты идешь в шкаф выбирать, ты тоже можешь с продавцом общаться и с ним разговаривать, обсуждать, какая у тебя квартира, какой тебе шкаф нужен, какой тебе цвет нужен под этот шкаф, да? Про дизайн, про доставку и так далее. Нет, это просто ты по заказу общалась. Мы с Леной обсуждали летнюю ситуацию, да, мы с ней общались, в тот период времени общались, но мы с ней до этого просто переписывались там пару слов, пару слов, да, друг к другу. После этого... Хорошо, летом ты с ней пообщалась два раза и все. И после этого ты больше с ней не общалась. Ну, я просто вообще ни с кем не общаюсь. Я ни с кем никогда не переписываюсь, я всегда говорила об этом, если кто не знает, посмотрите, даже три года назад, что я ни с кем не общаюсь, я ни с кем не переписываюсь, я ни с кем не дружу. У меня общение, вот, я почитала комментарии, я на них ответила, поначалу, да, был какой-то стимул, я зависала на ютубе, я писала там сообщения под разными видео, потом приехала София, появилась, и все, мне вообще никого не надо, я не такой человек, что мне нужно там... Почему-то говорится, что вот прям все были подруги подругами. А я думаю, что я не одна такая, мне кажется, там единицы, кто вот прям вот дружит-дружит, там семейные дела обсуждают, еще что-то, да, я уверена, что у Ленина есть такие подруги среди вышивальщиц, но я не думаю, что это прям все, кого приписывают. Просто да, мы летом были в чате, мы писали, и, ну, опять же, сейчас это будет повторяться одно и то же, да, потому что проблема, никто не понимал, что такая проблема серьезная, и она была уже на тот момент, просто о ней почему-то как-то быстро все стихло. Может быть, если Лена будет смотреть это видео, сказать ей, чтобы она наконец-то закрыла сайт и не принимала заказы? Да я думаю, что Лене уже тысяча человек сказали и написали. Ну а почему тогда это не делается? Они не знаю, не знаю, никто не знает причину, почему сайт не закроется. Вот удивило то, что сейчас новая выставка, это Nashville 2019, да, она только-только-только прошла. Мы заходим на сайт, что мы видим на сайте, то, что там есть уже отдел созданный с новыми вот этими дизайнами, которые вышли только в этом году 2019. Ну, то есть, у человека на это время есть, ну, опять же, мы не знаем, кто этим занимается, да, кто этим занимается. Почему тогда эти люди не занимаются, если у нее, вот смотрели видео, то, что у нее не хватает времени, не все отправить. Да, что она одна. У нее не хватает времени ответить людям, у нее не хватает времени отоправить деньги, ни на что нет времени, но есть время добавить на сайт, это же тоже очень много времени занимает. Там куча схем новых появилась, которые вышли в этом году, то есть на это время есть. Помощница занимается, Виктория, которая. Хорошо, пускай помощница. Ну, опять же, Виктория все время всем пишет, отписывается. Слушайте, ну, это невозможно, действительно, да, вот заходишь туда в группу, посмотреть, и там действительно шаблонные сообщения, действительно шаблонные. И уже у всех закрадываются мысли о мошенничестве, потому что шаблонные сообщения, Лена не отвечает, Лена... Новинки на сайте появляются. Непонятная ситуация с заблокированными аккаунтами на сайте, даже вот до такого. Ну, это как бы бизнес. Это клиенты твои. Это клиенты, да, вот это непонятно. Как можно блокировать людей, которые тебя что-то купили и ждут заказов, и деньги за тебя отправили. Можно заблокировать, если ты все уже отправил, ты с человеком разошелся, и блокируй, пусть он у тебя больше никогда не покупали. Но когда все это еще висит, и заблокировать, вот это вообще тоже непонятная ситуация. Мы не думаем, что Лена мошенничествует, это нет. Она затевалась все действительно с хорошей положительной тенденцией, чтобы помочь девочкам, я об этом уверена, что, чтобы помочь, чтобы девочки вышивали эту красоту, просто все вышло из-под контроля ужасно. Но и факт в том, что если вышла из-под контроля, значит, надо останавливать работу и разбираться с завалом. Вот и все. Тут, по-моему, другого выхода вообще нет. И как-то все организовывать. Непонятная ситуация с группой. Группа создана для того, чтобы помочь Лене разобраться с заказами. Да. Туда даже не надо заходить. Я вот сегодня зашла, только комментарии посмотрела под видео. Можно не смотреть этих комментариев, можно просто зайти в темы, нажать на закладку, где заказы только. Список, да? Зашел и просто по списку работаешь. Не надо там ничего читать, какие-то переписки или еще что-то. Потому что Лена человек ранимый, поэтому она сразу вот так вот все воспринимает. Но для бизнеса это нереально, да? То есть клиенты ее неранимые люди. То есть они должны терпеливо ждать еще годик. Нет, не должны. Не должны. Требоку надо было давно поднимать. Зачем вообще снимаем это видео? Чтобы предупредить людей. Да, чтобы люди не покупали, то это собака. Предупредить людей о том, что не покупайте, не совершайте покупки на сайте. Если у вас возникли проблемы и... Я не знаю, а вот как, да, теперь? Я в посте написала, обращайтесь в инициативную группу, вам там помогут. А как помогут, если Лена вчера в видео сказала, я в эту группу не пойду. Как? Теперь решать вот это вообще не надо. Теперь какой-то там у нее другой... Ну, в общем... Оксана сказала, будет какой-то нейтральный человек. Пока, на сегодняшний день, насколько мы следим за ситуацией, ну, никто не объявил, кто этот человек. Я не знаю. Что делать, по-моему, вот, раз уж Несса начала вот это дело, и еще там какие-то две девочки, да, списки они составляли. Все, по-моему, замечательно шло. Да. Даже если Лене чуть-чуть там не понравилось, как с ней общается. Боже мой, какие мы бедные, ранимые опять. Почему Лене пытаются, на мой взгляд, помочь во всем уже все. По сути, Лена сама должна была это делать, да? Покупатели ей пытаются помочь, сами пишут кому-то, составляют эти списки, чтобы Лене было проще вернуть деньги. И в итоге Лена отказывается от помощи Нессы, потому что Несса что-то там не так сказала. Мне бы было все равно, кто там что во мне говорит. Мне хотелось бы... Мы говорили о том, что девочки сами организовались и помогают Лене. Покупатели уже организовались. Делают сами покупатели, чтобы лишь бы не может, что там девочки некоторые действительно будут ждать заказов. То есть не все на возвраты подали. Но просто уже так облегчили, уже сделали списки. Есть активные люди, которые это все собирают. Ведь это один написал, второй написал, третий написал. Это все должна была Лена делать по спискам. За нее уже это сделали. Уже сделали, и она не хочет этим пользоваться. Насколько я поняла из видео. Потому что она раненый человек. Вот давай обратимся к Лене. Может быть она все-таки передумает и начнет все-таки снова сотрудничать с Нессой, если Несса это хочет. Потому что, по-моему, было очень удобно создать эту группу. Хорошо, не хочешь читать группу, не читай группу, но хотя бы списками пользуйся. Чтобы там отмечались, чтобы люди видели, что возврат назад идут и так далее. Что дело движется. А то с непонятным каким-то там новым посредником. Как это все по-новому будет организовываться. Это покупатели должны будут писать уже какому-то непонятному новому сотруднику, помощнику. Не знаем, как это все. Просто Инна, она тоже как бы блогер. Инесса. Инесса. Она блогер, она как бы ведет, у нее нормальное количество подписчиков и все. И ей доверять можно. Потому что какой-то человек, если люди не будут знать этого человека в лицо, как они могут ему доверять? Сейчас уже пишутся сообщения о том, что там будет кто-то купленный, кто-то проплаченный. Но действительно люди могут подумать об этом, так как никто не знает этого человека. И не надо усугублять ситуацию. И мне кажется, Инесса нормальная. И группа есть. И по заказам. Я частично видео смотрела, никаких гадостей она там не говорила. Тем более. Гадостей никаких не было. Группа создана. И люди видят. Даже вот те, которые просто со стороны и хотят общую картину себе создать, работать. Пошел процесс возвратов или не пошел. Там все открыто. Ты заходишь в группу, ты открываешь таблицу, ты смотришь. Там девочки отмечают цветами. Что сдвинулось, что не сдвинулось, что стоит мертвым грузом. Это видят все. А сейчас, если будет какой-то человек, и это не будет в открытую все вот так расписано и показано, никто не будет верить. Сейчас уже никто не верит в отговорки какие-то, отмазки там еще что-то. Ну это как отмазка, да? Факт в том, опять же, со стороны Лены, наверное, надо все-таки подумать и пересмотреть свое решение по поводу Инессы. Потому что реально уже дело, ну, переходит, как бы, такие уже серьезные границы. А что, если реально все соберутся, там, и в России куда-то уже, там, не знаю, в полицию или куда-то подадут, да? Может же быть такое? От масштаба, масштаб уже большой. Просто я понимаю, что у Лены там, она говорит, что у нее... Но это мы можем предполагать. Мы как бы... Мы откуда знаем, да. Там у нее опускаются руки, но надо же как-то себя взять в руки. Раз ты открыл магазин, значит, ты несешь уже ответственность. Раз ты магазин работал, сколько он работал? Два года, наверное. Ну, два года. У тебя достаточно, наверное, уже опыта. Не месяц магазин работает. И раз до такого ситуации дошла, значит, надо брать себя в руки и разгребать эти заказы. И прекратить получать новые заказы, прекратить какие-то новинки. Лена, Лена, действительно, закрывай сайт. Это никто не может объяснить. Мне кажется, вот ни один нормальный человек не сможет себе логически построить цепочку, почему до сих пор работает сайт. Непонятно. Проблема огромная. И сайт надо закрыть временно, пока закрывает, пока не разгребешь ты все эти заказы. Отключай, я не знаю, вот заходи в эту группу, смотри списки и собирай по спискам. Не ходи больше никуда, не читай сообщения, ничего не читай. Вот все, что есть, все в этой группе есть. Хотя бы с теми разберись, с остальными уже потом разгребать личку можно. Уже все собрано, все создано в одном месте. Зашел, посмотрел по заказам, по датам, по суммам. Я понимаю, что у всех есть разные ситуации. У кого-то частичные возвраты, у кого-то не частичные. Хотя бы самые простые. Если человек заказал, и он написал в группе «хочу возврат», делать возврат. Если он написал «я хочу заказ», собирать заказ и по списку. Потому что даже непонятно, почему часть в начале списка, часть в конце списка обработана. Тоже как-то очень странно. Возможно, сложные заказы, можно будет как-то их отдельно таблицей сделать, которые там частичные какие-то. Но это такие, которые самые простые. Надо просто брать по списку, собирать, либо возвращать деньги. Собирать, возвращать деньги. Я не думаю, что проблема с деньгами есть в плане возврата средств. Да, как бы сумма довольно приличная. И даже по американским меркам она довольно большая. Но она тоже не такая уж прям неподъемная совсем. То есть даже если... Блин, у нас кредиты тут так раздают вообще на раз, на два. Если ты живешь, кредитная история есть. Можно взять кредит и потом за него копить и там платить. Если вот нету средств. Мало ли какая ситуация. Нам приходится все время прерваться, потому что... Потому что ребенок есть. Есть. Хочешь, корнись, а по-другому детей не кормят. Да, ага, он до этого съел не печенье и все там. Ему наложили, он еще ничего даже ни ягодки не съел. Говорит, что мало наложили. Мы ему говорим, ты давай ешь то, что у тебя наложено. Ты еще просишь. Так он сходил, съел и теперь пришел. Давайте накладывайте еще. Мало наложили. Вот, и что у нас осталось? София просто там выписала некоторые эти... Вопросы. Да, по видео просто. То, что... Лена сказала, что не задавайте мне вопросы по поводу, когда будут отправлены посылки. Да, но это вообще не серьезно на самом деле. Ну как так? Ты директор магазина. У тебя есть огромная ответственность перед покупателем. Ты приняла заказ, деньги ты за заказ взяла. Люди ждут уже год. И ты людям говоришь, что не надо меня спрашивать, когда я отправлю посылки. Это странно, Лена. Это действительно. Я думаю, что Лена посмотрит это видео. Надеюсь. И я думаю, ну это странно, Лена. Очень классно, что ты вчера вышла с видео, потому что ты не прячешься действительно. Этого ждали. Этого все ждали, что ты сядешь, снимешь. Надо было видео, конечно, сделать более слаженным, более конструктивным, прям по пунктам. Потому что размытые ответы, что, я не знаю, заказы превратили жизнь в рутину. То, что это и заказы, и заказы. Ну хорошо тогда. Это бизнес. Не надо тогда этим заниматься. Это бизнес. Ну теперь понятно, что уже не надо этим заниматься. Человек, по-моему, дальше хочет этим заниматься. Но сайт надо закрываться. И говорит, что дальше заниматься, и говорит, что не знает, когда даже эти заказы отправят. Да, и информация никакой нету по ссылкам. Ну это, я не знаю, это очень странно. Поэтому у людей, вот, мы люди как бы просто, да, сейчас мне там, я понимаю, что там будут комментарии, какие они будут, я ко всему готова, поэтому можете писать, что хотите. В плане того, что меня же приписывали в подруге, что я там ярая защитница такая, да, я сейчас ситуацию вижу адекватно. Вот адекватно, я надеюсь, что адекватно, да, сейчас. Я к Лене прекрасно отношусь, как человек, все замечательно. Бизнес не получился, все это видят. И нужно с этим как-то справляться. Наши, давай вот резюме просто делаем, что нужно сделать Лене, да, попросим Лену, если Лена сейчас на нас не обидится, потому что, зная Лену, она может на нас обидеться. Знаешь, она на всех обижается. Но мы не со стороны того, что прямо вот Лена плохая. Нет, бизнес не получился. Не получился бизнес. По-моему, есть куча людей, кто очень мечтал открыть бизнес, открыл бизнес, что-то пошло не так. И, ну, хорошо, закрывают бизнес, что же теперь, если все не так идет. Да даже давай, хорошо, это ее право открывать, закрывать магазин. Сейчас его надо временно просто приостановить. Работу с сайта, вот это объявление в ВКонтакте или еще что-то, оно... Маленькое. Просто вот как со стороны это выглядит? Это как отписка, что типа, ну вот вы, пожалуйста, не заказывайте. Если люди реально придут на сайт, а сайт работать не будет, вот это уже прогресс. Правильно? Просто на сайт даже приходят те, кто может что-то ищет, их выкидывает на сайт, а они даже не знают об этой ситуации. Да, согласна. И кто-то опять покупают. Согласна. Такое тоже можно будет. И видно, что сайт работает, потому что вот мне вот эта вот куча новинок от Нэшвелла 2019. Сайт работает, сайт пополняется. Сайт вообще все замечательно. Откуда у человека на это время вообще расходится? Ну волны не было еще пока, но вот время было на это, то есть... Что значит волны не было? Летом была волна, было полгода после лета, чтобы со всеми посылками разобраться. А посылки никому ничего не отправлялось? Нет, отправлялось. Там пишут девочки, что в этот период они тоже получали свои посылки. То есть там не то, что вообще ничего не отправлялось. Там отправлялось, но видимо то, что более сложное там или... Я не знаю, как так получилось. Потому что я читала сообщение о том, что девочки писали на производитель pictures из пласт по тканям. И им ответил владелец, да, или кто там владелец, что Лена с декабря не заказывала. Как так может быть? Ну это просто мы со слов пересказываем, что там было написано, да? Потому что ситуацию... Ну мы не знаем, мы не писали в pictures, да? Я не знаю про это. Вот. Я просто читала, что писали в pictures, и там ответили, что Лена с декабря не заказывала. Сейчас март месяц. Я больше чем уверена, что за этот период ткани pictures заказывали. И почему Лена не делала заказ у производителя, в общем вопросов огромное количество. Просто что нужно делать? Закрывать сайт? Если сейчас сайт не закроется, это будет... Чем дальше, тем хуже. Не вступать ни в переписки, ни перепалки, никакие обиды, ничего. Обиды сейчас не работают. Где есть список покупателей, которые... Сейчас все надо разгребать. Да, по текущим заказам. Да, брать таблицы и работать. Как можно блокировать у тебя на сайте аккаунт людей, которые тебе не нравятся, а ты же даже если еще не закрыла эти заказы, как же потом ты будешь закрывать? Вот от этого и получается, что возникают вопросы, что Лена мошенница, потому что заказ не закрытый и человека удалили аккаунт. Но это непонятно. Понятно, если ты все отправил и аккаунт удалил, да, чтобы человек... Ну вот не понравился тебе человек и все, и пусть он к тебе не приходит. Хотя тоже непонятно, как такое может быть в бизнесе. Это же бизнес. Тебе пришел покупатель, купил, ты выполнил заказ, отправил. Какая разница? Все свои там личные эти размышления и сделать то, что тебе... Человек... Это просто элементарно. Человек пришел, что-то понравилось, он деньги заплатил, все. Должна отправить, значит, или должен там, неважно кто. Товар, все. Человек товар получил, все, отношения прекратились. Да, каждый разошелся по сторонам. Нам надо было составить с тобой список прям от колени, что нужно. делать. Ну, потому что у нас субборка. А что делать-то? У нас просто два. Два пункта, которые со стороны видны. Сайт работает, сайт надо закрыть. Это действительно всех раздражает. В группу заходить, смотреть, кому деньги, возвращать деньги. В группу можно прям ссылку, да, в общем, чтобы кто-нибудь отправил ссылку прям на эту тему. Даже в группу не надо будет заходить. Просто по ссылке переходишь и попадаешь в тему, которую тебе надо. И там нету личных сообщений, и там нету оскорблений, и девочки за этим следят. Девочки молодцы, те, кто организованы. Единственное, что в группе уже пошли обсуждения, конечно, вне заказов, и это не очень хорошо. Для этого можно создать отдельно где-то. Можно это не читать вне заказов. Там есть отдельная тема для обсуждений. Вот там надо обсуждать. На вот этой центральной странице тоже было бы хорошо. Это вопрос к девочкам, да, если... Чтобы вот почистилось, чтобы писали тоже только по заказам, чтобы было видно. Вот. Личные переписки, там есть тема отдельная. Либо группу создать даже для этого. Если не надо опять 10 миллионов групп. Это, нет, ну просто есть люди, которые вообще не заказывали, но им нужно обсудить эту тему. Есть такие, и они еще так орудят. Пускай они отдельно. Орудят еще больше, чем те, которые заказывали. Ну не знаю я, зачем 10 миллионов групп создавать. Пускай что хотят, то обсуждают. Мне кажется, ты заходи там, где список покупателей. Я сегодня только зашла в комментарии, посмотрела. Вот кинули туда в группу ссылку на видео, и там я почитала немножко комментариев. Вообще я в эту группу захожу, вот сколько, 2-3 дня. Я туда захожу, конкретно захожу в обсуждение, конкретно захожу в таблицы, и конкретно смотрю таблицы, меняется что-то в таблицах или нет. Я думаю, что люди даже если не причастные к этому, они могут зайти и посмотреть, ситуация меняется. Там девочки цветами выделяют, там понятно, ярче стали эти пятна или нет. То есть там считать даже особо не надо, и так будет все видно. Печально, если ничего там уже выделяться не будет. Оно не выделяется. Оно выделилось вот последний раз, по-моему, 2 дня назад, как раз, таки. И еще цвет поменялся, там у некоторых то, что трек стало отслеживаться. Как для себя взять в руки, закрыть сайт, разгребсти эту ситуацию, начать сотрудничать снова с Инессой, потому что ей все... Да может и не с Инессой, но можно не... Надо человека, которого все знают. Вот в чем фишка. Слушай, уже нашли человека. Я не знаю, мне кажется, это вот все детский сад реально. Что значит Инессе не нравится? Да все равно. По-моему, если человек хочет разгребсти вот эту сложившуюся ситуацию, то он будет работать с тем, с кем он разгребет эту ситуацию. С Инессой уже пошло, пошел разгр... Ну, короче, пошло вот эта ситуация, пошла налаживаться. Деньги начали возвращаться, там посылки отправляться и так далее. Начали вести список покупателей, кому что надо. И вот так вот это все обрывать, это вообще нелогично. И опять заново, и опять время... И получается так, что Лена опять жалуется, что у нее то, что у нее пускаются руки, что у нее там что-то случилось, и никто ее не понимает. И вот она думала, что будет по-другому. А случилось все вот так, но хорошо. В видео она сказала, что типа обращались все лично. Лена, 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 Леночка, короче. И она думала, что будет все так. Ну, не будет. В бизнесе не может быть так. Не может. И никто не будет входить в положение. Да, горе, да. Но это бизнес. У людей такие несчастья случаются, да, и они продолжают вести бизнес. Все понимают. Все работают. И девочки... И почему тут бизнес не бизнес? Все работают. Ну, девочки писали... Ты много людей знаешь, что у кого-то что-то случилось, и они там пошли на полгода в отпуск ушли. Ну, вот. Никто так не делает. Девочки писали там сообщение, что вот Лена когда написала, что случилось такое несчастье. Они действительно, они все стали ждать. Они все входят в положение. Вот еще в чем вопрос, что все вошли в это положение на тот момент. Просто проходит время, ничего не меняется. Вот в чем вопрос. Девочки вошли в положение. Действительно, да, такое случилось. И никто там не настаивал. Девочки, покупатели. Все поняли там и так далее. Покупатели. Ну, их просто огромное количество. Я даже не представляю, как чувствуют они себя. Не знаю. Я тоже не знаю, как я бы чувствовала, если бы я год развала свой заказ. У Лены сейчас бешеный. У Лены сейчас сумбур полнейший. Я понимаю, что она тоже в шоке от всего происходящего, потому что резонанс огромный. Но покупательницы, они там сколько ждут? Покупательницы. Ну, девочки. Ты говоришь, не девочки. Покупатели. Покупатели. Клиенты. Но основное, что девочки в основном, поэтому покупательницы. Ладно, клиенты. Девочки это такое общее значение. Девочки могут быть просто недовольные товарищи. Да, конкретно, кто покупал. Клиенты ждут огромное количество заказов. Они эти мандалы. Они знали, что у Синди есть. У Синди там дорого, значит, ждать. И ждать тоже ведь у Синди надо. И отправка дорогая. И они захотели у Лены заказать. И на тебе. Они ждут погоду. Ты будешь потом мандалу эту вышивать? Я иногда с eBay заказываю. Мне три дня посылка идет. Я вот так открыла, посмотрела. Я не хочу. По 50, наверное. Вот, иконы мы заказали. Мы что, мониторили все время. И они пришли вообще молниеносно, конечно. И быстро за два дня все отправили. И, конечно, клиентов... За два дня отправили. А там праздники выпали же у нас. Все равно они на следующий день отправили. Седьмого отправили. Даже перед 8 марта. Из России... И у них скидки были. Наверняка было заказов много. Много, да. И вылетела из России 11 марта посылка. 13-го она была в Нью-Йорке. И тебе вчера ее уже 14-го принесли. Вообще молниеносно, конечно, привезли. Не надо говорить, что в Америке все ждут долг заказов. Все тут... Вот это неправда. Вот это София заказывает. Я-то только наяву. Я уже тоже ничего тут не заказывала. Но я раньше заказывала много. С 1, 2, 3 вообще все очень быстро отправляется. И все быстро приходит. Я также заказывала на как там... Сильвер Нидл. И мне тоже пришло все быстро. Меньше месяца я ждала. И в других магазинах заказывала. В каком-то магазине тоже было такое, что мне не отвечали. Кстати. Но там я заказывала так, как через PayPal. Мне вернули деньги в итоге. Ого! Ну что, PayPal? Тоже какой-то был там мертвый сайт. Но я ждала. Я не знаю. Мне кажется, максимум... Я ждала, что мне вышел заказ, может быть, неделю. Потом уже через 2 недели я чего-то начала. Вначале писать сообщение на Facebook. В группе нашла туда. Мне никогда не перестали отвечать. Я уже через PayPal открыла спор. Мне вернули деньги. Ну, не знаю, мало ли там... Вот как раз таки, давайте клиентке. Кто уже точно решил, что вы не будете ждать заказ, у вас срок еще в PayPal рабочий, то... А я не знаю, сколько у вас враг. Там в группе написано. Опять же. Сходите в группу. Там... Помимо... Вы не читайте то, что не надо. Я, допустим, не читаю. Мне София говорит, там со стичинкой что-то опять происходит. Я говорю, София, я туда лезть не хочу. Я не хочу. Я тогда пропала, и вот не хотелось мне туда залазить. Ну, блин, такой резонанс. Ты по-любому везде это начинаешь видеть. Начинаешь что-то читать, смотреть, изучать. И если ты не хочешь читать, я вот захожу, смотрю, там, ну, верхнее сообщение, окей, видно всегда, допустим. Это, по-моему, все хотят читать, кроме Лены. Это Лена не хочет читать. Все все читают и пишут, и мячут. Я, ну, я комментарий, допустим, не читаю. Я посмотрела, там, негатив какой-то. Я все, я даже не читаю дальше. Я смотрю именно, там, девочки скидывают, значит, эти скриншоты своих заказов. Там, возврат, дата такая-то, возврат, дата такая-то. И потом, это, инициативная группа девочек, они делают посты, что как можно разрешить ситуацию. Вот сегодня был пост, по-моему, о том, что Сбербанк, каждый свой платен, ну, вот если вы платили через Сбербанк, и там прошло уже, я не знаю, полгода прошло, то есть все сроки давно вышли, то Сбербанк рассматривает каждое заявление отдельно. А так как, то есть, неважно, какой срок прошел, они рассмотрят заявление в, ну, в своем порядке, короче. И от того, что резонанс большой, и этих заявлений будет много, они действительно обратят на это внимание. Кто, Сбербанк? Сбербанк. То есть, если ты один напишешь, да, я там где-то заказывал, деньги, короче, отправлял. Если 50 человек было через Сбербанк, они думают, что разных этих городов России, они это все отследят. Ну, а база-то, мне кажется, все равно там есть у них какая-то. Просто прикреплять сообщение о том, что это такой-то магазин, нас вот столько, прикладывать, значит, этот сам. Это же не просто ты написал, верните деньги, мне там нет. Это надо выяснить, кто Сбербанк наплачивает. Тоже собрался. Ну, каждый же знает, чем нам наплачивать. Ну, это надо просто собирать. Короче, это тоже все сложно. Все сложно, но все решено. Просто нужно делать, брать и делать. Ну, это опять же покупатель должен, да, все делать. Вот это странно, да? Это надо лени собраться и, наконец-то, уже не обращать внимания, что... Ну, давайте... Нет, ну, никто не хочет... Тот, кто не хочет читать комментарий негатив, тот не читает. Вот я сейчас не хочу, а у нас и не читаю. И сказать себе, даже если какие-то гадости пишут, не обращать на это внимания. Это, во-первых, продолжать работать с этой группой, в которой уже есть целый список клиентов, чтобы быстрее эта ситуация разрешилась. Потому что чем больше она тянет, тем дольше это будет тянуться. Да. Чем дольше она тянет, тем дольше больше это будет тянуться. Длиться. Длиться, да. Длиться. В общем, все печально. На самом деле. Жалко клиенток. Клиенток. Лену уже, наверное, никому не жалко, потому что она сама себя до этого довела. И всех. Что вообще сейчас происходит, вообще дурдом какой-то происходит. Влябались все, кто только мог. И как мог. Весь YouTube срался уже, пересорился. Весь YouTube пересрался еще лет. Да. Конечно. Все? Все, наверное. Я даже не знаю, что бывает. Все печально, на самом деле. Так что мы вам, покупателям, мы очень сочувствуем, что в такую ситуацию попали. Все попали. Попали, да. И идите в группу, ссылка будет под видео. Просто те, кто не знает еще о группе. Просто дело в том, что даже если Елена не возьмет себя в руки и не начнет как-то работать со своими клиентами, наверное, может быть в группе что-то придумают. Потому что там и про PayPal, кто PayPal оплачивал, там они уже собирались что-то делать коллективно, да? А там можно и так. Если срок у тебя еще не вышел, то можно просто сделать возврат и все. Но надо только сроки посмотреть. В общем, сроки-то, мне кажется, год это уже вышел срок. Это вышел. Даже полгода, по-моему, вышел. Я точно не помню. В общем, в группу идите за информацией. У кого есть вопросы, идите за информацией. Там не только обсуждение и поливание, и там промывание. Промывание, но просто еще очень долго придется ждать вообще какой-то работы. Вот и все. Да, вот прошло сколько? Две недели, наверное? Как не прошло? Год уже у многих. Нет, от момента тогда, как все началось, прошло, наверное, уже пару недель. Судя по списку, ну окей, неделю собирали этот список. Хорошо. И то, наверное, не всех собрались. Я список досконально не смотрела, какие там даты. Ну а за неделю? Даже не по датам. Восемнадцатые, семнадцатые года. Да. Я даже не по датам. Вот за неделю что произошло? Отправилась. Вот я сегодня сидела, пересчитывала. Работающих треков 12, по-моему. 12 работающих треков. Буквально перед видео, за час я. Это по списку. То, что в списке было отмечено. 12 треков и порядка 30, наверное, выплат, может быть. Ну чуть больше, чуть меньше, да, сейчас точно не скажу. Ну вот, это значит с группой там нормально у нее шла работа. Почему она отказывается от этого? В общем, итог всего, что личное уже нужно... Лена не хочет работать с этой группой ВКонтакте, потому что ей не нравится, что ее там оскорбляют. И мы думаем, что уже Лене надо отбросить свои личные переживания в сторону и разобраться с клиентами. Это, по-моему, на данный момент это самое важное. И да, у всех чего-то случается в жизни, но это уже давно прошло. Это уже было в прошлом году и давным-давно. И за это время можно вполне восстановиться и продолжать работу, продолжать жить и так далее. Потому что всех... Я знаю, что ты начинаешь что-то говорить, а у меня, знаешь, уже всплывают вот опять. Если... Это мы узнали сейчас, да, о таком количестве. У Лены же это же было, все висело. В компьютере там или где все эти заказы висели. Она же знала уже о ситуации давно. И сейчас опять поговорим. Почему она давно не закрыла сайт? Принимала заказы. Блин, короче, вопросов больше, чем ответов. Лена сняла видео классно, появилась в кадре, показалась. Опять пожалейте меня, я бедная и счастлива. И получилось, что информации из видео толком никакого нету. По ссылкам не спрашивайте у меня. Поэтому не знаю я. С этими работать не буду, с теми не буду. И вот меня оскорбляют, у меня куча там сообщений. Времени на что не хватает. И вот после ее видео получается, что вопросов опять еще больше, чем ответов. Хотя даже люди, клиенты должны были из этого видео получить ответы. Ты ты на свои вопросы. А сейчас вопросов еще больше и агрессии еще больше. И вообще, короче, непонятно, что происходит. В общем, люди не заказывают стичинку. Ничего. Все. Лена, закрой сайт. Лена, закрывай сайт. Да, это действительно сейчас будет... Это бы сейчас помогло на самом деле. И все бы увидели, что процесс пошел. И вообще, оно тебе сейчас не надо. Просто не надо. Ты не справляешься. Тебе нужно разобраться с прошлыми заказами. Все. Новые не должны поступать. А по времени мне скоро уже убегать. Все. Все. Да. Будем прощаться. Мы на этом. Не думайте, что нам как бы все равно на всю эту ситуацию. А все скажут, что мы снимаем видео, потому что мы теперь хотим себя выгородить. Почему выгородить? Мы снимаем видео, мы сочувствуем, во-первых. Мы переживаем людей, что с ними случилось. Они из-за этого снимали видео. В-третьих, мы снимаем видео, чтобы никто там в магазине ничего не покупал. В-четвертых, мы снимаем видео, чтобы, может быть, до Лены наш посыл дошел, что ей на данный момент нужно делать. Хотя мы, в принципе, уверены, что ей, наверное, уже миллион человек это все говорило. И она все равно никого не слушает. Она делает, как она хочет. У меня первая и главная, наверное, мотивация просто предупредить людей. Потому что реально есть люди, которые не знают. Пусть там 6 тысяч этих подписчиков у меня, у тебя, я не знаю, сколько у тебя подписчиков. Даже если 10 человек просто узнают и ничего не знали, они будут предупреждены. Вот самый главный посыл. Другой скажет, другой, третьему, пятую, десятую. Что? На сайте ничего заказывать не надо. И второе, если у вас уже возникли сомнения в своих заказах, пожалуйста, идите в группу. Там все написано, как, что делать, куда обращаться, как вернуть деньги. И вас внесут в список с пожеланием, я не знаю, ну там есть возврат, есть, ну, возврат средств, есть девочки, которые ждут заказа. Они действительно ждут, и там написано. И лени собраться с силами и начать работать с этой группой ВК. Это, по-моему, очень вообще идеальный вариант для выхода из сложившейся ситуации. И начать решать уже проблему. Просто начать по чуть-чуть, но решать. Потому что ситуация, мне кажется, вот она не сдвиналась. Сейчас опять она в тупик зайдет с кем-то там, с какими-то другими посредниками непонятными. Это вообще, мне кажется, будет крах. Потому что сейчас только начало все решаться. И опять все вот так обрубить. Все. В общем, мы опять говорим одно и то же. Мы надеемся, что все поняли. Не надо сейчас никаких заказов совершать. Если есть проблемы, переходите по ссылке. Там вам все объяснят, вас внесут в список. И, Лена, собирайся. Все свои личные эмоции, проблемы откидывай. Сейчас нужно просто тупо садиться и разгребать вот это вот все. Потихоньку, по чуть-чуть. Да. Каждый заказ берешь и прямо разгребаешь. Если чего-то не хватает, отодвигаешь, берешь следующий. В общем, нужно разгребать заказы, которые сейчас у тебя дома есть. Я видела фотографию. Она сама показывала уже фотографию, что у нее дома склад. Там есть. Это давно было. А куда оно все делать? Не делаешь ли? Лена, собирайся с силами разгребать заказы, потому что ситуация катастрофическая. Клиентов жалко. Очень жалко. Все. На этом все. Всем пока.